Привет! Сегодня хочу рассказать, как я делаю лепешки с сыром или хачапури. Готовится хачапури очень легко, я их делаю на сковороде. Для приготовления мне нужны следующие ингредиенты. 1 стакан кефира, 1 яйцо, по пол чайной ложки соли и соды, 1 чайная ложка сахара, 400 граммов муки, 20 граммов подсолнечного масла. А для начинки мне понадобится 250 грамм сыра сулугуни и 1 желток. В емкость, где я буду замешивать тесто, я вливаю кефир. Туда же добавляю пол чайной ложки соды. Также добавляю 1 чайную ложку сахара и пол чайной ложки соли. Хорошенько все перемешиваю. Сюда же я добавляю одно крупное яйцо и снова все перемешиваю. Предварительно просеянную муку я добавляю в смесь. Муку я ввожу поэтапно, по несколько ложек и хорошо все перемешиваю. Дальше в тесто я ввожу 20 граммов рафинированного подсолнечного масла и снова перемешиваю тесто. Из теста я формирую вот такую колбаску и сейчас буду делить на части. Сначала я ее разрезаю пополам и после этого половинки я еще раз разрезаю на 2 части. Получается 4 кусочка, как раз на 4 большие лепешки. Каждый кусочек я скатываю в шарик. И уже готовые шарики теста я кладу на тарелку, накрываю чистым полотенечком и отправляю минут на 20 постоять. А пока тесто отдыхает, я натираю сыр. Для хачапури я беру сыр сулугуни, но можно использовать любой сыр твердых сортов. Делаю начинку. На тертый сыр я добавляю 1 желток, немного соли и перца. Потом всю эту смесь необходимо хорошо перемешать и разделить на 4 равные части. Из этих 4 частей я формирую 4 шарика. Тесто немного постояло и теперь можно делать лепешки. Поверхность, на которой я буду растягивать тесто, я посыпала мукой. И растягиваю аккуратненько шарик теста, так чтобы в центре оно было более плотное, а на краях потоньше. Чтобы слой теста был равномерным, лучше всего разминать пальчиками на плоской поверхности. Ну вот, тесто я растянула и теперь можно вкладывать начинку. В центр теста я кладу сырный шарик и потом склеиваю края. Дальше этот шарик необходимо сделать плоским блинчиком. Жарю хачапури я на сковороде без масла на среднем огне. Приблизительно 3-4 минуты с каждой стороны. Обязательно накрываю крышкой. Тесто не пристает и хорошо переворачивается. После того, как я снимаю хачапури со сковороды, я обязательно смазываю кусочком сливочного масла. Так они получаются еще мягче, еще ароматнее и еще вкуснее. Рекомендую попробовать, так как приготовление этих лепешек занимает буквально 20-30 минут. А как вкусно получается! Продолжение следует...